Ты добро молодца напои, накорми, в баньку своди, а потом уже дело пытай. Таким вот нехитрым образом русские богатыри разводили простодушных девок на жатву, водку и сауну. Дочке семнадцать лет. Родители молятся, чтобы не нашла себе Ивана-дурака. Дочке тридцать лет. Родители молятся, чтобы нашелся хоть какой-нибудь дурак. По мере того, как пустел бочонок с брагой в глазах Ивана-царевича, лягушка постепенно превращалась в прекрасную царевну. Предлагал Иван девицам непристойности всякие, а те страшно краснели и называли Ивана дураком. Так и пошло с той поры, что не Иван, то дурак, что не девица, то красная. Попросил как-то Иван-царевич у Василисы прекрасной пятнадцать рублей на пиво. «Не дала. Как была жабой, так жабой и осталась», — с любовью подумал Иван-царевич. Марья была такой искусницей, что царевичи в ее доме не переводились. Мечтала красная девица, чтобы пришел к ней в спальню добрый молодец и поступил как злой. Сели добрые молодцы и красные девицы за стол. Через пару рюмок стали они красными молодцами и добрыми девицами. Пришел Иван-царевич в французский ресторан, а там лягушки жареные, лягушки вареные, лягушки под соусом. Вот они с ними как. А я-то, дурак, женился.